Замечательные люди Николай Игоревич Васильев, Александр Игоров написали много лет назад книжку, посвященную избранному олимпиадному задачу. Разумеется, сейчас они ее написали по-другому, за это время придумали много других замечательных задач. Разумеется, из этих трех авторов действительно наиболее мощным, наиболее ярким, замечательным математиком был Николай Игоревич Васильев. Это человек, в общем, действительно потрясающе гениальный. И все его книжки очень советую читать, и все его квантовские статьи очень советую читать. Это был действительно потрясающе, ярчайший человек. Между прочим, я горжусь тем, что свою первую статью я писал вместе с ним. Была такая статья «Посчитаем вероятность. Это первая в моей жизни». Знаете, ребята, как жизнь бывает? Мы с ним очень хорошо относились друг к другу, очень много лет. У нас были действительно очень-очень такие хорошие отношения. Но все время как-то собирались все вместе что-то поделать. И в некоторый момент все-таки сели, написали нашу первую статью. Не по самому интересному поводу, просто такая простенькая статья про вероятности. Можно было найти гораздо больше и более интересных поводов. Но нам казалось тогда, что вот это все первое, а вот потом напишем еще, еще, еще. В общем, там всякие планы. И вдруг ровно в этот момент выяснилось, что у него оказывается рак мозга. И как только поставили диагноз, буквально через несколько дней он умер. То есть там даже долгие плечики не успели начать. А как только его выявили, так выяснилось, что уже все-все-все. Так что это, в общем, грустно умер в разгаре своей силы. И он был действительно потрясающим автором. Ребята, запомните, все годы, первые годы существования кванта, с 1970 по 1997 именно Васильев ввел так называемый «задачник кванта». Смотрите, там каждый год печаталось тогда 12 номеров. Ну, в последний год чуть меньше. В последний год было 6 номеров. Иногда даже меньше. Там из здоровья. Все эти финансовые проблемы. Но большую часть времени было до 12 номеров по 5 задач в каждом номере. Значит, примерно было 60 задач в год. И отработал он чуть-чуть меньше, чем 30 лет. Значит, 60 можно найти. Это сколько? О, тысячи лет. Ну, если честно, я-то знаю, с точки зрения задачи. На каком номере, пусть я хоть тот самый номер. Когда надо было уже готовить номер, а вот он вроде что умер. И, соответственно, нужно было срочно-срочно найти что-нибудь и так далее, и так далее. Вот. Но повторяю. Это невеление человека. И задачник кванта тех лет, это, конечно, принципиально другая штука, чем задачник кванта сейчас. И, между прочим, тогда это действительно решали очень многие в стране. И писали письма в журнал, писали решения, и там... Ну, в общем, была такая бурная деятельность. Сейчас задачник кванта, к сожалению, почти выродился в смысле тех, кто его решает. Ответ очень простой. Сейчас он занимается вполне квалифицированный и замечательный человек. Но, вы понимаете, у него не оказалось вот такого вот задора какого-то, который был у Васильева. Ну, и времена изменились. То есть, тираж журналов все-таки сейчас измеряется несколькими сотнями экземпляров, а тогда измерялся как-то 200 тысяч, когда даже было 450 тысяч в какой-то момент на максимуме. Но обычно было примерно 300 тысяч, да? Вот здесь вообще, кстати, ребята, это очень хороший показатель, как бы, как наша страна... Наша страна там что-то встала с коленом, или там, да? Вот это очень простой. Шурнал для школьников в математике выходил в 380 году тиражом больше, чем 200 тысяч экземпляров. Ну, конечно, как водится, там, не все экземпляры читали, кто-то вписывал просто так, чтобы перед друзьями похвастаться, что я его вписываю. Но, тем не менее, тем не менее, сейчас, я думаю, тоже некоторые экземпляры тоже кто-то не читает. Вот, а сейчас это несколько сотен. То есть, получается, что отличия, ну, примерно, то ли в 500, то ли даже большее количество раз. Но мы расскажем сейчас не об этом. Дело в том, что общая статистика – это одно, а судьба каждого конкретного из вас человека – это совсем другое. И никто не мешает вам те самые статьи Васильева, а, по секрету скажу, и мои статьи идут, они тоже хорошие. Ну, это совсем не похвалишь. Ну, это не похвалишь. Вот. Так вот, это не мешает вам эти самые статьи книжки читать, потому что они абсолютно не устареют. Итак, повторяю. Сотый выпуск библиотечный квант, избранный олимпиадной задачей Василиев и Савель Егоров. Докажите, что если число n – это сумма квадратов двух целых чисел, то каждое из чисел 2n и n2 – это тоже сумма квадратов целых чисел. Это первая задача. Вторая задача. Докажите, что если у нас есть два числа, каждая из которых – это сумма квадратов, то их произведение – это тоже есть сумма квадратов. Для того, чтобы вам стало легче решать задачу, давайте я еще немножко добавлю. Дело в том, что эту задачу трудно решить, пока не поставишь перед собой еще несколько вопросов. Купителенное число n – это тоже сумма квадратов. Дальше давайте напишем, что 13n – это сумма квадратов и 17n – это сумма квадратов. Я думаю, после того, как вы решите вот эти пять задач, вам станет гораздо легче. Ну нет, давайте еще. 41n – это тоже сумма квадратов. Хорошо. x и y – целые числа, каждое из чисел 2n, n2, 5n, 13n, 17n, 41n, представьте в виде суммы квадратов двух целых чисел. Важно, чем отличался Васильев от многих нынешних деятелей Олимпиадного движения. Он на самом деле был сам очень квалифицированным математиком. И, соответственно, практически нет его задач или статей, посвященных какому-нибудь, что называется, простому пендрюшу. Или даже посвященным каким-нибудь просто техническим сложностям, которые интересны тем, что вот там вы долго-долго работаете. Он всегда старался создавать задачи или статьи, посвященные важным математическим сюжетам или приему. Соответственно, читая его задачи и статьи, Вы довольно быстро учитесь математике. Именно не каким-то странным приемом, которые Вам никогда в жизни не пригодятся, а наоборот вещам существенным. Нет? Представить в виде суммы квадратов. x и y целых числа надо каждый раз написать на форму. 2x квадрат плюс 2y квадрат. Да, это правда. Но требовалось представить рисунок 2 квадратов. Вы хотите написать, что это x квадрат плюс x квадрат плюс y квадрат плюс y квадрат? Ну, так это будет 4 квадрата. Не, 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 не то. Опять это расскажу в терминах клетчатой бумаги. А вы знаете, как это в терминах клетчатой бумаги? Что значит n равняется x квадрат плюс y квадрат? А это очень просто. Это у меня есть отрезочек длины y, у меня есть отрезок длины x. И смотрите, какая вещь. n это на самом деле, знаете что? По теории Пифагора, это площадь вот этого квадрата. Все согласны? Да. По теории Пифагора, площадь квадрата равна сумме площади вот этих двух квадратов. Замечательно. А вот теперь мы должны сделать следующее. Вы мне должны придумать квадрат, у которого площадь в два раза больше, чем у этого. Кто-нибудь умеет его рисовать? Да, пожалуйста. Как его рисовать? Покажите. Покажите. Как рисовать квадрат в двойной площади? Не понимаю. Он же перекошен. Нет, нет, нет. Вы думаете, что вот так вот здесь проведете, будет другой. Ничего подобного? Нет. Кто нарисует квадрат в двойной площади? Советую у себя в тетради. Взять здесь вот несколько клеточек. Я не знаю, как сказать, пять клеточек. Здесь, в самом деле, три клеточки. Ну, это что-нибудь такое. Неважно, какие числа. И реально по клеточкам это нарисовать. И после этого посмотреть, как же... Вообще, когда у вас есть один квадрат, как вы можете легко у него построить квадрат в двойной площади? Кто не знает? Что для этого нужно сделать? Две честороны полтора раза. Что? Две честороны полтора раза. Полтора? Да. А полтора умножить на полтора, это сколько будет? Это будет вообще-то две, а это совсем не два. Да? Можно взять квадратный корень в двойной. Как это на картинке сделать? В теории я понимаю, как есть какие-то квадратные корни, непонятно. А как на картинке нарисовать квадрат в двойной большей площади? Даааа... Еще раз. Есть клетчатая бумага. Самая обычная бумага в клеточках. Вспоминаю. Вот есть одна клеточка. Как нарисовать квадратик площадью две клеточки? Как? Ура! Ура! Разумный человек нашел. Спасибо. Конечно, так. Конечно, он состоит из четырех треугольничков, а здесь состоит из двух треугольничков. Отлично. Чему это соответствует на этой картинке? А? Давайте я даже тут цветной мелкий готовил. Нужно взять... Смотрите, что нужно взять. Вот так вот провести диагональ. Правильно? И сюда... Что сюда? Дорисовать квадрат. Вот такой вот дорогой квадрат. Все поняты? Отлично. А вот теперь сумеете, пожалуйста, понять, где у него что. Как выразить у него вот этот отрезок? Как выразить у него вот этот отрезок? Это на самом деле совсем просто, если внимательно смотреть, но все-таки сделайте. А вот лучше всего вот этот же. Вот. Поймите, пожалуйста, как выглядит вот этот... Сколько будет здесь в вертикале и сколько будет здесь в вертикале? Как эти числа выражаются через xy? Нарисуйте себе аккуратно. Преугольный треугольник со сторонами xy. На его стороне нарисуйте квадрат, проведите диагональ. Кстати, вот эти можно даже не проводить. Потому что он садилет и интересный квадрат. Вот. А интересно, что вам нужен вот этот отрезок и вам нужен вот этот отрезок. Выразить через xy. Сумеете? Как только вы это сделаете, сделайте конкретный эксперимент. Возьмите конкретные там по клеточкам x и y и посчитайте, сколько там будет. И догадайтесь до ответа. x плюс y. Замечательно. Вертикальный отрезок x плюс y. А горизонтальный? Ну, разность. На самом деле зависит от того, кто из них больше xy. Отлично. А вот теперь решите задачу. Ну и объясните, почему же там разность. Почему же там x плюс y и x минус y. Вопрос, почему? Слушайте, вчера случайно увидел одну задачку по физике очень роску. Подсказка. Ничего знать не надо. Она совсем простая. Задача. Вот. Есть атмосфера. Ну, воздух, облака. Понятно, да? Все. То, что над нами. Ну, она сколько-то весит. И есть мировой океан. Вода, рыбки, плавки, да? Звучит то, что сколько-то весит. Вопрос. Что тяжелее и примерно в сколько раз? Что тяжелее? Вода, которая в мировом океане, ну, всякая. Или атмосфера. И примерно в сколько раз? А, Артур Смиренко и Игорь Кучаев? Не слышал. А, Артур Смиренко и Игорь Кучаев? Ну, если честно, это не сильно повлияет на ответ. То есть, это повлияет на какой-то процент. На мне интересен принципиальный ответ. Все-таки шпорт тяжелее. Атмосфера или вода? Что? Равны. Равны. То есть, вы думаете, что атмосфера по масти примерно такая же, как океана? А почему? Облака тяжелые. Облака тяжелые. Да. Я не слышу ничего. Как вы говорите, говорите громко. Атмосфера больше, потому что не попадает, не дождь, а когда происходит. Атмосфера больше, потому что она такая намного километров. Самолеты летают на высоте какой примерно? 10 километров. 10 километров. И там все равно есть воздух. Пусть он более разреженный, чем внизу, но все-таки воздух нет. Ну да. А океан, он какой примерно глубины? Самый глубокий. Ну, глубокий не надо. Глубокая это случайная фазина. Сколько? 3-4 километров. Правильно. От 3 до 4 километров. Где-то бывает чуть-чуть побольше. Но действительно такая нормальная океанская глубина это 4 километра, 3 километра. Совершенно верно. Плодность воды. Плодность воды. Понятно какая. Да. Не слышу человека. Ух ты. Нет, смотрите. Нельзя сравнивать. Это почему? Ну, я помню. Знаешь, что ты говоришь? Да. Акцию железа. Да. Спрашивают, что это железо. Нужно он западывает, а то, что он железо. Ну, это замечательная шутка. Хотя, кстати, даже в этой шутке все знают, что есть некий смысл. Да. Смысл там в чем? В том, что вообще-то есть выталкивающая сила. Да? На любом расположенном атмосфере действует Архимедова выталкивающая сила. И, соответственно, если вы возьмете на земле, взвесите на лесах в атмосфере килограмм на килограмм железа, да? И после этого вы это запакуете и отправите на Лугу, ну, или, может, в космос, где или нет, и там сравните, то вдруг... Потому что Юга выталкивала больше силы. Вот. Ну, ладно, это... Да, кстати, интересно, в космосе, там, где космическая работа вокруг Земли, можно ли, в принципе, сравнить две массы? Да? Конечно, можно. Дело в том, что... Вы можете посмотреть, как реагирует на один и тот же толчок одна масса и другая. То есть, если вы возьмете два тела и с одинаковыми скоростями направите друг на друга, то после этого то, которое более тяжелое, что называется... Понятно, да? Вот, так что даже невесомости масса можно сравнить. Но нет, сейчас я ищусь не о начальной школе. Сейчас я ищусь идет, ну, на самом деле, все равно очень простой, но все-таки чуть-чуть. Есть одна цифра, которую все вы наизуне знаете, и поэтому я ее даже сказал, но она для решения значит нужна. Какая? Воздух в Сан-Со. Нет, лишний. Воздух в Сан-Со. Воздух в Сан-Со. Интересно, один г на кубический сантиметр, вот это с воздуха. А мне она сейчас неинтересна. Другая вещь. Что надо знать про атмосферу, чтобы легко решить эту задачу? Высоту. Проблема вся в том, что атмосфера как-то очень медленно заканчивается. Понимаете, океан более-менее однородный. Конечно, на самом деле все равно внизу она сжата чуть-чуть. Но вода слабо сжимается, поэтому плотность воды почти одинаково по всей высоте океана. А вот у воздуха не так. Плотность воздуха довольно быстро уменьшается. И до этого, кстати, даже альпинисты, которые вовсе не на высоте 10 километров, а альпинисты, которые заходят на высоту 3 километра, они уже обнаруживают что? Что давление резко изменилось. Что им не хватает, потому что давление воздуха... Так что это даже не обязательно на самолете. Даже не обязательно на самолете, чтобы это обнаружить. Так, все как-то решили. Вес земной дверти не очень красивый. Ну, земная дверти — это вообще уже что-то такое из Библии. Нет, 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 конечно, вес самой планеты... Вес воды больше. Больше в сколько раз? Да? Скорее всего, раз в два. Раз в два. Смотрите, как интересно меняются ваши ответы. Сначала было, что они равны. Теперь уже воды раз в два больше есть. Хорошо. Еще давайте немножко подумаем. Но у вас нет. Нет, вы откуда берете? Из фантазии своей или у вас какие-то есть оценки? Нет, из фантазии. Из фантазии не интересно. Из фантазии угадал, что вода тяжелее. Из фантазии. Из фантазии. Нет, потому что вода тяжелее воздуха — это как-то не надо угадывать. Все и так знают. Все совсем не знают. Ребята, кто из вас знает такую вещь? Если вы погрузитесь на один метр под воду, скажите, пожалуйста, давление будет на сколько больше? На сколько? Нет, неверно. Если мы погружаемся на один метр. Кстати, это любой из вас легко может сделать. Согласна, да? Нырнуть на один метр — это в любом бассейне совершенно запросто. Правильно? И не в паскалях, и не в миллиметрах, а в атмосферах. В давлениях атмосферах. Одна десятая. Одна десятая. Одна десятая. Если мы, ну что уже неподготовленному человеку тяжело, то есть я точно не сделаю, но тем не менее подготовленные люди это могут сделать. Нырнем на десять метров, то получим там давление, лишнее давление в атмосферу. Так? Да. Ребята, а не то, что это и есть ответ задача. Десять метров воды — это столько же, сколько атмосфера. Ну, теперь давайте небольшая выкладка. Все-таки океан занимает не всю поверхность Земли, а примерно сколько? Семьим процентов. А? Семьим процентов. Семьим процентов. Семьим процентов отлично. Я не помню на самом деле точно, но... Пусть... Вы сказали 70 процентов, пусть будет у них 70 процентов. Значит, надо взять среднюю глубину океана. 3000 метров. получаем 2100 и делим на 10 сколько раз в 210 раз более чем 200 раз воды в океане больше по массе чем атмосфера между прочим из этого следует один очень важны бывают такие люди которые говорят давайте бороться с загрязнением атмосферы углекислым газом есть такое движение давайте выделим вот и на co2 за мной что углекислый газ давайте добьемся чтобы не сжигали чтобы ни в коем случае лишний углекислый газ не попадал в атмосферу давайте введем минутку бездыхания когда все люди живущие на земле задержат дыхание эту минуту не подышат тем самым не выделят углекислый газ от вас понятно вопрос насколько идея минутки без дыхания на самом деле что минутку не подышал потом интенсивно подышишь и все это вот представьте что даже не стали сильно-сильно ничего не сжигать вопрос повлияет ли это на баланс не повлияет по одной простой причине углекислый газ в огромном количестве присутствует в воде огромное количество газа растворено в жидкости это любой из вас может узнать когда берете бутылку и открывает пузырьки это что такое почему глядя из-за того что эти самые воды больше чем в 200 раз и там старину очень немаленькое количество ребят все наши попытки увеличить количество углекислого газа уменьшить это примерно то же самое что война одного комара с стадом слонов то есть можно им объявить войну он может даже выпускать свой местный кавалин и бюллетень о том как он вокруг них летал и как он их всех пугал вот но слоны его не заметят просто так так получится что в слоновьих козел о него не напишут он будет очень много писать о своей священной борьбе комара со слонами и вот на самом деле экология это совсем другое на самом деле существует на свете действительно огромное количество и серьезных экологических проблем но никогда нельзя думать что экология это просто вы взяли и решили там меньше выбрасывается улова нет нет экология такая же наука как все остальные науки и там взаимосвязь совсем не такая простая и совсем не такая очевидная который вопрос думаю что многие знают ответ на него но тем не когда растет лес правда что он выделяет кислород ну как чтобы росла древесина надо чтобы углекислый газ помните фотосинтез солнышко светит вода и углекислый газ возникает возникает вот замечательно выделяется кислород в качестве повышенного продукта все замечательно то есть когда вы хотите чтобы было много кислорода что нужно сделать посадить много леса посадить много леса так то есть начинаем сажать лес 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 везде лес да и лес дает кислород да 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 дышит растение конечно действительно занимается не только производством сахара но и употребляет его но с другой стороны все-таки растет поэтому все-таки баланс конечно в сторону кислорода ребята ребят если у вас дерево выросла она конечно действительно при этом дала вам много кислорода но после этого она и эти листочки сгниют а гниение это то же самое что горение на примете а сучья в какой-то момент опадут и тоже сгниют и сам ствол рано или поздно и что не вечно даже леса тоже упадет и тоже сгниют ребят любой долго растущий лес ровно столько же кислорода потребляет сколько уделяем по той простой причине что там внизу происходит гниение понимаете если у вас на одном и том же месте уже много столетий лес то разумеется баланс строган отлично что даете нет что надо сделать чтобы кислород появится нет ответ совершенно парадоксальный но тем не менее самый простой способ в условиях более-менее москвы получить прибыток кислорода химические да поставить растение домой поставить растение домой оно все равно рано или поздно умрет в нее кислород опять подлечит химические понимаешь хоть дом это произойдет хоть к месту без разницы химические что химические а будем добывать кислород в шахтах это вы предлагаете нам отказаться от достижения наших предков внимание это даже не наши предки какие-нибудь там это вообще жуть какая-то это произошло очень-очень много лет назад когда возникло кислородное дыхание это предлагает от этого прекрасного цикла кислородного дыхания отказаться и перейти на гораздо менее эффективные довольство сошли вы бегаетесь вообще двигаться не сможем вы чего нет 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 это все-таки жестоко как в условиях более-менее москвы получить большое количество кислородов более того как оно было получено да древние растения выделяли отлично куда они делись для того чтобы не потребить его назад что надо было с ними сделать в последний момент вырубать вырубать недостаточно надо еще что-то с ними сделать да не слышал закопать конечно ребята болото это место которое производит кислород что такое болото это растение выросла ушло под воду и превратилась там в торф торф ответ очень простой вокруг москвы огромное количество торфяников согласны на самом деле по всему миру огромное количество месторождений угля вот это и есть тот самый это те самые не до конца сгоревшие деревья вот вечно очень простая торф когда мы его извлекаем из жжен это мы заканчиваем цикл вот этот вечный цикл что в дереве растает старая старая если вы хотите чтобы у вас было много кислорода пожалуйста вы должны завести много болот да единственный способ вы должны как-то упрятать органику чтобы она не разложилась это была на самом деле реклама лекции замечательного Кирилла Юрьевича Кискова который то ли в следующую неделю уже начинал то ли через неделю у нас просто на мало внимательности такая традиция в каждую весну замечательный человек Кирилл Юрьевич Ясков приходит и читает лекции его лекции о палеонтологии и о том я ее очень советую потому что большинство людей совершенно не так представляет себе историю как он рассказывает да еще Ясков замечательный тем что он почти штыртокен это все знают Толкин да вот есть такой Рональд Руэнд Толкин который написал сказку о Хоббите который написал сказку о Властелине колец так? да так вот у России собственная гордость у нас есть Кирилл Юрьевич Ясков который написал Властелин колец с точки зрения орков а именно книжка у него называется последний кольценосец книжка рассказывает всю ту же самую историю только с позиции что орки хорошие и как их подлые эти вот понятно да долба дело в том что на любой войне всегда есть две правды сражаются армии и солдаты каждой из армии считают ее другую руку гадами врагами и так далее вот главное что он человек глубоко культурный и поэтому полезно почитать вот действительно замечательный автор вот этой фантастической книжки последний кольценосец милая книжка Толкин все равно лучше Толкин все равно что называется свежее бодрее вот но в минуту грустную когда вам захочется понять как же все вокруг гады и почему же вас все не понимают прочитайте искова и получите удовольствие давайте я для вас пытаюсь нарисовать картинку косо расположенного квадрата который смотрите вот пусть у меня имеется квадрат со стороной и и давайте задумаемся давайте задумаемся вот на какую тему смотрите вот пусть у меня здесь вот отрезок здесь отрезок посмотрите посмотрите что возникает косо расположенная какая фигура оранжевая это что это конечно квадрат замечательно но единственное я с цвета перепутал потому что мне тогда придется и вот этот квадрат тоже рисовать оранжевый то что я сейчас нарисовал это в точности вот этот квадрат замечательно но вообще он мне и нужен это уже так мне нужна вот эта а что это такое что такое вот эта функциональная величина кто скажет сторона квадрата сторона квадрата то есть сколько то есть x плюс y замечает а это сколько посмотрите понимаете вот это у нас y и вот это у нас сколько y а это у нас сколько x значит это x минус y вообще-то я все доказал сравните эту картинку с этой у меня на самом деле просто для красоты еще нарисованы не ну как для красоты конечно полезно конечно вот вот рисовать треугольник рисовать треугольник и получит тот самый квадрат все увидели увидели теперь будьте написать если вы должны понять что такое сумма квадратов 2 n это сумма квадратов каких чисел мы же уже поняли что они прозвучали эти два числа x плюс y и x минус y вы хотите пишите отлично это разумеется неправда кто может исправить ошибку что надо сделать квадрат что он забыл квадрат квадрат пишите нам каждый раз в квадрате так давайте теперь давайте вспоминать почему это так потому что x плюс y в квадрате это x квадрат дальше x плюс x и плюс x и x и x квадрат плюс y плюс y да а дальше x минус y нет минус 2x минус и остается 2x квадрат и отлично отлично спасибо давайте потом а вот интересно про 5 n может быть все таки вы догадаетесь не будете заставлять меня рисовать полную картинку а может быть вы так догадаетесь квадрат суммы двух слагаем это что квадрат первую слагаем плюс двойное произведение слагаем и плюс квадрат второго да отлично все больше знать ничего не надо просто совсем ничего не надо кроме этого задания задачи сколько-то там x плюс сколько-то там y в другой скобке обязательно должно быть сколько-то x минус сколько-то y потому что произведение чисел x и y должно куда-то исчезнуть а дальше осталось просто подобрать эфициент сколько надо взять x прибавить сколько надо взять потом наоборот x чтобы после того как квадрат развел получилось бы 5x квадрат 5y в квадрат 2x плюс y это сумма в квадрате плюс скобочка открывается x минус 2y спасибо выходите так ребята также бодро пожалуйста 13 13 17 45 пожалуйста проверьте эту форму каждую себя в тетради разведите в квадрат увидите что это действительно так 4x квадрат плюс 4x плюс y квадрат x квадрат минус 4x плюс 4x плюс 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 минус уничтожится уничтожится останется 5x квадрат плюс 5x квадрат пожалуйста число 13 может быть даже легче будет 17 ага аааа 6 в квадрате ааааааааа 6 в квадрате это сколько а 36 больше чем 13 Так, следующий. Давайте. Нет, нет, 13. Опа, идет 13. 3 и 2. 3 и 2. Кто напишет? Нет, вы уже были. Интересно. Кто мне это писает? Есть? Кто сможет? Кто-нибудь войдет. Давайте. 3 икс плюс 2 икс. 3 икс плюс 2 икс в квадрате. Отлично. Плюс, а по второй скобке? Неверно. 2 икс минус 3 икс в квадрате. Отлично. Кто-то обещал про число 41. Давайте. Ничего подобного. 20 в квадрате это, а также 400. Не то. Что это? 41. Пожалуйста, давай. икс пишется не так. Пожалуйста, пожалуйста. Конечно, 4 икс минус 5 икс. Потому что 16 плюс 25 плюс 41. Только квадрате забыли. А здесь, наоборот, 5 икс плюс 4 икс. Великолепно. Так, ну что, господа, на правой доске формула, которая подходит итог. Которая, на самом деле, обобщает все, что мы сейчас написали. Как произведение двух сумм квадратов расписывается в виде суммы двух квадратов. Слушайте, социологический вопрос. Кто из здесь присутствующих ездил в Щелкино на летнюю школу, которую мы там несколько лет проводили? Это в Крыму была такая школа. Есть вот один человек, кто был в Щелкино. Вы были с нами? Ага. Поднимите, поднимите. Это совсем не стильно. Ух ты, один человек. Здорово. А вы в каком классе были когда? В 5. Заметьте, как все быстро, что за это попадает. Всего лишь 3 года назад это было. У нас же были там огромные совершенно школы. Как сейчас помню, максимальное количество, потому что там каждый день записывали, сколько у нас учеников. Мы там все лето работали. С середины июня и почти до конца августа. Вот. Так вот, мы там каждый день поставили точные списки. Ну, кто-то приезжал, кто-то уезжал. Не все мы тех же, что мы все лето. Но, тем не менее. На максимуме у нас было 287 человек. Получается, большая школа. Там было, опять-таки, на максимуме, там были и шахматы, и для совсем малышей. В общем, было действительно, действительно, было очень много всего. Между прочим, все вещи у нее так и остались еще. То есть мы тогда, в общем, много всего наше купали. Всякие игрушки для маленьких на очень-очень большие деньги. И всякие математические развивающие штуки, и телевизоры просто. Просто были телевизоры, большие церковь, что занятия не нашу голову. Это все там осталось. Все это наше хозяйство. В самолете, чтобы этот телевизор с тобой не повезешь. Но, с другой стороны, в университете, они расчетки оборудований более-менее. Так что, подсказка. 41 – это 5 в квадрате плюс 4 в квадрате. 13 – это 3 в квадрате плюс 2 в квадрате. Подумайте на эту тему. 5 – это 2 в квадрате плюс 1 в квадрате. Посмотрите в написанные на доске формулы, попытайтесь подумать на это, и у вас все получится. Догадайтесь до формулы. Между прочим, вы же, наверное, не помните, родители, которые вам все это рассказывали, о том, как были устроены выездные визы в Советском Союзе. Знаете ли это? Да, нет. Ну, вот сейчас, чтобы поехать за границу, большинству людей достаточно получить заграничный паспорт и после этого уехать до страны, в которую едут. Замечательно. А вот как в Советские времена было устроено выезды в границу? Знаете ли? Огромную очередь. В очереди куда? Мало кто, много кто. Нет, Кудр, куда были очереди? Ну, очереди не было. Чтобы выехать за границу. То есть были такие страшно большие очереди, и в них надо было стоять, и тогда разрешали выехать. Так? Как вы это все представляете вообще? В Советском Союзе? Нет, я говорю не про Сталинские времена, а я говорю про те времена, когда я сам этим пользовался. То есть где-то, вот, я этим занимался, я ездил на Международную Олимпиаду в 1982 году. Замечательно. Так вот, вопрос. Как тогда был устроен этот самый выезд? Знаете ли? Да? Может, надо было получить отправку, отработать, ну, сработать, что ты ездишь в работе на границу, и только тогда можно было ехать? То, что тогда было... Зашел еще куда? То есть... Да, 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 да. Совершенно верно. Конечно, на такой справке и отработать не надо было, а действительно человек ехал на границу не в случае, когда он сам этого хотел, а в случае, когда его туда посылали. То есть, поездка в капиталистическую страну, это были просто чудовищно редкие случаи, что называется, это почти не было. Поездка в социалистическую страну, ну, на мое счастье, Международная Олимпиада в 1982 году была в Венгрии, в городе Будапештка. Так вот, для того, чтобы поехать, заметьте, надо было там выиграть кучу Олимпиад, чтобы там попасть в команду. Кстати, мой год, она состояла из четырех человек. Между прочим, от всех других стран команды были больше. Команды от всех других стран были, по-моему, восемь человек. Вот, вопрос, почему? А потому что тогда у Советского Союза уже чудовищно не хватало валюты. Потому что в 79-м, надо вспомнить, что было нападение на Афганистану. И, соответственно, после 79-го года были введены санкции на нашу страну. И к 1982 году уже абсолютно не было валюты. Вдруг выяснилось, что Краснодар государства всего пустая. И даже послать на Международную Олимпиаду уже не могут восемь человек. Вот, может быть, хочется все-таки послать, и послали четырех. Замечательно. Так вот, ребята, чтобы все-таки поехать туда, была отдельная совершенно процедура собеседования в Комитете комсомола. То есть, в определенный день вы приехали, и с абсолютно серьезным видом у нас спрашивали, в каком году был там такой-то съезд комсомола, в каком году там еще что-то было. То есть, для того, чтобы поехать на Международную Олимпиаду, на полусерьезе мы должны были выучить, ну и вполне серьезно, выучить историю. Нету-трою, но очень специфическую историю. Историю регионной борьбы в нашей стране. Понятно? Вот, так что, сделаем, что такое, и знаю, как и все, я знаком. Один раз в жизни я через него проходил, но тогда прошел. Мне кажется, что для n в квадрате будет так... Нужна вот эта форма, правая. Вы все остальное поймете, и правую форму легко понять. Внимательно посмотрите, мы уже написали 2, n, 5, n, 13, n, 17, n, 41, n. Это все на одно лицо. Вот запрос. Догадайтесь, что написать в этой скобочке. Если расстроишь, смотрите, что у нас получится. Здесь получится a2x2 плюс 2abx2 плюс b2y2. Здесь b2x2 минус 2bx2 плюс a2y2. Увольное произведение уничтожится, и останется как раз в произведении. Отлично. А теперь вопрос. Как это применить к нашей задаче? Вместо n вписываем n. Что? Вместо того, что будет равно n, делаем так же n. И вместо a пишем x, вместо b пишем y. Да. Тогда получится не вполне хорошая форма. Объясняю, что тогда получится. Если возьмешь n квадрат, то получится, смотрите, что такое. xx плюс yy, а здесь будет что? xx минус y. Слушайте, это неинтересно. Это получается просто x2 плюс y2 в квадрате, плюс 0 в квадрате. Нет, не то. Надо на самом деле взять перекрестное. А именно, вместо a взять y, а вместо b взять x. Тогда будет вот как. Здесь будет xx, а что? xy. И здесь будет тоже xy. Значит, это будет 2xy в квадрате. А здесь будет что? А здесь будет x2 минус y2 в квадрате. Пожалуйста, это себе запишите припаду. n квадрат удается записать не только на n, как x2 плюс y2, разведенное в квадрате, плюс 0 в квадрате, а и чуть-чуть более хитро. Хотя, в общем, если подумать, то ничего особенного в этом нет. И, кстати, если x равно y, то здесь тоже все равно возникает 0. Так что не всегда это дает составлительный рисунок в квадрате в квадрате числе. Но в большинстве случаев не дает. Так, хорошо. Первую задачу в книжке мы решили. Вторая задача. Если сумма двух целых чисел это квадрат, то удвоенная сумма кубов этих чисел это сумма трех квадратов. Повторяю условие. Если сумма двух целых чисел является квадратом, если а плюс б это какой-то там n в квадрате, то удвоенная сумма кубов этих чисел это сумма трех квадратов. Надо понять, что писать в эти скобки, чтобы все было хорошо. Как разлагать сумму кубов? Вы знаете или нет? Формулу. x куб плюс y куб. Это что такое? Это как я разъединил сумму x кубов на многое. Вот, вы напишите. Обычная школьная алка. 2 умножить на а в кубе и в кубе это что такое? Это 2 умножить на а плюс b умножить на а квадрат минус а в плюс b квадрат. 2 квадрат минус 2а в плюс 2б квадрат надо же представить в виде суммы трех квадратов. Сможем мы это сделать или нет? 2а квадрат минус 2а в плюс b квадрат представить в виде суммы трех квадратов. Уже мы не сможем. В виде суммы трех квадратов. Лишь просто видно, как это сделать, ребята. 2А квадрат минус 2АВ плюс 2В квадрат представить в виде суммы 3 квадратов. Вспоминайте свой школьный фокус. А квадрат, В квадрат плюс А квадрат. Ура, вы хотите, пишите. А квадрат, это квадрат, конечно, В квадрат. И А минус В квадрат. Отлично. А теперь посмотрите, какая история. Когда вы это умножите на Н квадрат, тут же у нас было, на самом деле забыли еще написать, было еще Н квадрат, то на самом деле получится так. АН в квадрате, ВН в квадрате, плюс АН минус ВН в квадрате. Итак, повторяем. Оказывается, это есть АН. Так, плюс ВН, и здесь АН минус ВН.